Неоднократно на этом вопросе так далее, как на заседании структура, так и в главных форматах этот вопрос. Благодаря этому решению не возникает новое правоотношение, юридического последствия не имеет этого решения. Мы проводим учет объектов недвижимости в соответствии, поэтому вопрос поддерживается. Каждое решение, я думаю, влечет за собой юридические последствия, а эти решения никакие юридические последствия не влечет. Наверное, я предведу, что они заберут, что они не обращаются. Нет, но вы не обращаются. А вы можете, я к каждой срокам задаю, вы там пишите, а в случае, если будут установлены квартиры неприватизированные, то там мы будем что-то делать. Каким образом? Мы эту работу уже делали. Мы эту работу уже делаем. Если, смотрите, сегодня жилой дом числится одной цифрой у коммунального предприятия. Допустим, тысячи квадратных метров жилой дом, и квартира у нас там 100 квадратных метров. Значит, мы выделяем плод из этой квартиры, пропорциональную стоимость, и распоряжением управления коммунального предприятия, сегодня мы эти квартиры закрепляем за жертв центрального района. Но у нас другого юридца нет. Мы в рамках управления коммунального майна предлагали создание специального коммунального учреждения, где должны были числиться все имущества, которые не находятся в отраслях, и задействованы, так как после ликвидации ЖЭКов неприватизированные квартиры. Напоминаю, что их не меньше 9 тысяч, и в принципе в исполнительных органах нет понятной информации, кто там живет на каких основаниях. Эту работу необходимо делать. Я думаю, что будут юридейские последствия, как по мне, если мы сейчас снимем эти дома, потом у нас выяснится, что у нас первые диссертные квартиры, вы не знаете, где они. И второй вопрос, а ЖЭК-центральный в курсе, что вы им корректируете? И они, что, за? ЖЭК-центральный это у нас коммунальная собственность? Да. Я не скажу, что я, чтобы вы понимали. Все еще и списывать дом с балансом, существует с комиссией. Работникам ЖЭК, работникам этого дома. Они полностью отписывают все это имущество, выделяют эти сниженные квартиры, потом, проточат ангонимандским вопросом, мы берем на баланс эти квартиры. Придем в коммунальное обращение. ЖЭК-центральный район, это предприятие, которое не обслуживает дома. Это то предприятие, куда действительно мы передаем все имущества, которые не используются, всю документацию рабочих поддомов, для хранения и для того, чтобы мы властвующие коллективные имущества. У вас, когда я не слушаю, у вас там последний пункт, как я говорю, пишете, кто управляющую компанию туда передать, кто не управляющую компанию туда. Если есть управляющие компании, если вы бы не переделали документацию, то есть, само собой не знаю, если вы созданы управляющие компании не для ТУП, документация переделится. Я думаю, что возникнут проблемы именно с квартирами, которые не приватизированы. И у нас постоянно, на каждый из полков, выносим тому квартиру дать, тому квартиру дать, а вы, извините, не знаете, сколько у нас квартир. Ну, не вы, может, вы не знаете. Слово еще раз про квартиру. Мы все время квартиры ищем, а у нас оказывается 9 тысяч квартир. Еще раз. Я понимаю, да? Дезерно там люди прожирают. А куда они денутся? Люди с этого дома, они дают дезерно. А кто их будет обслуживать? Если вы передадите 90 квартир и ЖЭКе там, или там, знаю, управляющей компанией Миста для людей, а одна квартира с этого дома в Центральном. Как это будет? Я наверное, вылазил. Давайте подробно о квартире. Есть ли вы? Нет. Не очень. Смотрите, в решении речь идет о согласии на этот процесс. Каждый дом будет списываться согласно акту списания. В акте списания указывается вся информация. Наличие технической документации, именно квартиры, которые не приватизированы. Вот эта работа проводится, сверяя реестр обидков недвижимости, архив приватизации и другая, ну, исследовательская работа в архивах ПТИ. После того, ну, соответствующие должностные дни, подписывают это акт списания. В акте списания указывается квартира. Квартиры передаются, и они как объекты недвижимости числятся у коммунального предприятия. Обслуживанием группа, как занималась организация, так и занимается организация, которая обслуживает, независимо от, кому принадлежит квартира. Сегодня квартира наша, после производизации квартира будет другой. В любой собственности, завтра мы опять обратно путаем коммунальную собственность, это уже квартиру, как у нас происходит. От этого вопроса обслуживания, то остаются же деньги, как есть, согласно общему решению. Я, к сожалению, в процессе передачи баланса на баланс, это процесс обоим. Одна организация отдает, вторая должна принимать. И наше решение должно быть. Есть обращение ОСББ конкретного, по конкретному дому? Это по всем домам. Нет, я понимаю, что там есть перечень домов, 40 страниц напечатания. Есть обращение? Вопрос должно быть обращение ОСББ. А мы должны на дате сгоду на поведение баланса, по поводу оборудования. Это было раньше. Смотрите, а вот по 301-й постанове, там же написано чуть по-другому. Вы говорите, сначала снимем, а потом обследуем. А там написано, сначала обследуем, потом снимем. Нет, мы еще раз повторяем. Про постановку. Это, можно сказать, что следует, в решении речь идет о согласии. Фактическое списание происходит приказом коммунального предприятия или другого юрлица и составляется акт приемной передачи. Все эти должностные лица несут служебную ответственность за достоверность информации, которую они составляют, где они ставят свои полосы, в том числе и за уголовное управление коммунального имущества. По генералу, мы все поднимаем. Данный практичный. Писаю, что они не отвечают. Аж до пюльменинки, скажем. Хрошу поднимать. Кто за? Кто против? Кто отримался? Вы отримались или я? Три отримались, два против. Решение мы принято.